В Ленинске-Кузнецком 1 сентября распахнут двери для 13 тысяч учеников, 1200 из которых первоклассники, 17 школ. Во всех образовательных организациях сегодня идут подготовительные работы. Где-то заменили пожарную сигнализацию. В школах номер 1 и 20, в детском саду номер 30 меняют ограждение. В школе номер 2 заменили систему видеонаблюдения. Во всех школах выполнен текущий ремонт. Восьми частично заменили окна, отремонтировали систему отопления. Меняют окна и в школе номер 19. Это второй корпус учебного заведения в поселке Дачном. Здесь в преддверии праздничной линейки с рабочим визитом побывал глава Ленинска-Кузнецкого Евгений Никитин. Хочу постараться объехать все школы, посмотреть как идет подготовка к первому сентября, к началу учебного года. Цель не в том, в чем-то уличить кого-то, а в цель посмотреть, помочь, что нам требуется, что нам нужно. Потому что вот этот вопрос, он всегда стоит на особом контроле. На особом контроле стоит не только у администрации, но и на особом контроле у родителей. Помимо замены окон, во втором корпусе школы выполнили капитальный ремонт отмостки здания. Подходит к завершению ремонт спортивного зала. Здесь уже выровняли, покрасили стены, заменили светильники. Но работы в оставшиеся три недели до нового учебного года еще много. Необходимо привести в порядок лестничные марши и двери, отмыть от пыли ряд кабинетов. И самое главное, в кратчайшие сроки заняться благоустройством прилегающей территории, чтобы она полностью соответствовала новой универсальной площадке, которая установлена на территории учебного заведения в рамках областной программы «Твой Кузбасс. Твоя инициатива». Площадка построена благодаря активному участию родителей и жителей этого района города. Из всех проектов я приветствую проекты инициативного бюджетирования. Во-первых, этот проект дает возможность поучаствовать самим благополучателям. Вот в данной ситуации это, конечно, родители. И когда вот какой-то родительский коллектив, либо жители какого-то района, там, муниципального округа, там, они вкладывают не только душу свою, да, и не только советами, хотя это очень большое, когда жители нам советуют и говорят, что это нужно сделать вот здесь, а не там это сделать. Потому что, ну, жителям на месте им виднее. А когда они вкладываются финансово, это совершенно другое. В новом учебном году универсальная площадка даст возможность вести уроки физкультуры на открытом воздухе, но также проводить и дополнительные занятия, и общешкольные спортивные мероприятия. Завершить работу по благоустройству прилегающей территории планируется к 1 сентября. Долина Елена, Павел Желтиков, Риоленинск.